друзья мои добрый день я собираюсь спешно в отпуск но все-таки решила перед отъездом снять для вас видео и причиной для снятия поводом для снятия видео конечно явилось то что в моей коллекции появились новые растения а появились они благодаря элочки с канала мультифлора с которой мы произвели очередной очередной обмен растениями я вам покажу что я привезла от нее конечно мы с ней месяц или полтора и даже не знаю переписывались списывались показывали свои растения что мы на что мы можем поменять чего мы можем отдать в общем-то я ей вчера мы ездили к ней в гости я привезла есть свои растения она вот мне передала свои которые она могла мне отдать живет она за кисловодском высокогорной местности там совершенно потрясающий климат мне кажется там облака и солнце просто висят у тебя прямо на макушке настолько как ник показалось что это очень близко очень близко к небу они живут и вы знаете те растения которые прошлые разы я передавала ей на обмен они она показывала мне как они растут и я была потрясена потому что майкин бегонии которые ну которые у меня растут у нее получились листы практически в два раза больше моих вы можете себе представить то есть я поразилась я говорю что ты их чем кормишь она ведь ничем грунт обычный вот этот теравита какой-то у нее она год единственно может быть из-за того что у нас вот тут какой-то особенный микроклимат ну может быть воздух какой-то необыкновенный вот так вот у нее хорошо растут растения заходите к ней на канал у нее много интересных растений я вчера насладилась видами ее растений и конечно привезла очень много интересных вы поймете насколько у нее интересное растение потому что я привезла на обмен итак друзья конечно я сначала вам представлю свои суккуленты но сразу хочу сказать что не я не эвочка мы не знаем название их поэтому если вы знаете или предполагаете названием им я буду потом сравнивать с интернетными фотографиями какие-то названия растений то вы можете написать время на которой минута на которой вы видите это растение и примерное название если вы подозреваете что это может быть или точно знаете что это именно то растение потому что эвочка тоже говорит потерялись названия но вы растения интересные красивые поэтому вот так итак друзья получила две новые капустины вот такие огроменные и теперь у меня три таких огроменных капустину вместе с моей дурати дурати кстати я ей отвезла детку с которой у меня получилась такая история вы знаете мы все никак не могли встретиться договориться о встрече, и долгое время мои суккуленты, которые я ей отвезла на обмен, стояли, я их собрала вместе, они у меня стояли в коробочке в комнате, и я посмотрела, что они стали потихонечку терять цвет в квартире. И я все-таки решила за сутки до того, как я поеду к ней, выставить их на балкон. Представляете, я выставляю их на балкон, а у меня там Дороти лежит детка, она наращивает еще корни на воздухе, скажем так, на стаканчике она стояла, стояло это все в коробке, и вы представляете, утречком я захожу, что-то рассматриваю растения там, и думаю, чего там мне не хватает. И смотрю, а моей Дороти-то нету. Оказывается, я говорила вам уже, что у меня на балконе очень любят сидеть голуби, и, видимо, голуби решили, что это какая-то еда, и, видимо, голубь решил этот сфоровать у меня эту Дороти. Ну, в общем-то, я так подумала и думаю, нет, но если он даже ее сфоровал, то он не смог ее унести далеко. Все-таки растение достаточно большое, примерно 5 сантиметров в диаметре, розеточка такая, она достаточно тяжелая для голубя. Ну, и, в общем, я, конечно, сначала очень расстроилась, потом вот соединила всю эту логическую цепочку, и думаю, надо подыскать, поискать под балконом. А у меня, между прочим, пятый этаж, и когда мы с мужем поехали к ней, я спустилась вниз и стала присматриваться. Конечно, у нас там и газон, и много травы, но, тем не менее, вы представляете, в последний момент, когда я уже для себя решила, ну, нет, я не найду, наверное, в таком, ну, в таком месте небольшую розеточку, и вдруг мой взгляд упал, и я увидела эту Дороти, которая валялась с пятого этажа, совершила полет такой, и валялась под балконом. Муж выдвинул версию, что ее сдуло, я говорю, сдуть ее не могло, потому что она была в коробке, в окружении других растений, которые стояли в горшочках. То есть, сдуть ее там никак не могло, тем более сквозь перила балконы, ну, в общем, это, конечно, проделки голубей. Итак, друзья, две капустины вот такие вот, смотрите, очень красивые. Вот я сейчас буду искать место на балконе, чтобы их приткнуть. Честно говоря, опасаюсь оставлять растения на балконе на три недели, но, как мне кажется, буду тогда постоянно висеть в гидрометеоцентре, мониторить погоду, чтобы, можно говорить, когда закрывать балкон пленкой от дождя. Я больше всего переживаю, конечно, за дождь, потому что, в принципе, противоглубинная защита у меня там есть. Это не так страшно, но вот от дождя, конечно, надо как-то прятать. Ну, вот смотрите, вот такая прелесть, да, капустины. Вот это, я так думаю, какой-то грабтопиталум. Она сказала, что она покупала его под названием шоколад. Ну, что-то шоколад, шоколадный или шоколад. Вы знаете, у меня очень похожий есть грабтопиталум, но он точно не шоколад. Я не покупала ничего, связанное с шоколадом, я помню. То ли гилва, то ли парагвальский, то ли как-то так. Что-то такое я могла купить. Но вот шоколад я бы точно запомнила, у меня такого нет. В общем, мы решили, я ей отвезла свой грабтопиталум, который у меня был. Она мне дала вот этот вот. Мы решили, что мы соединим наши грабтопиталумы вместе, мой и вот ее я посажу в один горшочек и посмотрим дальше, как они будут расти и чем они будут отличаться. Не знаю, что это за сорт грабтопиталум, но мне кажется, это грабтопиталум. Вот это вот эхиверия. Я так думаю, что это эхиверия. Эвочка назвала ее кошачий язык, потому что листики у нее, посмотрите, такие шершавенькие, но в то же время они нежные, но шершавенькие, похожие на кошачий язычок. Вот такая прелесть. Тоже не знаю, как называется. Эва тоже не знает. Вот это я так подозреваю, что это варегатная титубанс. Вот как вы думаете, грабтопиталумы. Титубанс. А я ей отвезла целый горшочек обычной грабтоверии титубанс. Ну, там целая такая, знаете, семейка жирненькая сидит, красивенькая. Ну, насколько я знаю, если это титубанс, то она растет очень медленно. Вот варегатная, по крайней мере, я читала отзывы, говорили, что она очень медленно растет. Поэтому будем готовиться к тому, что не скоро она превратится. Ну, я не могу сказать, что изуродливого утенка прекрасного лебедя, но, тем не менее, она и сейчас прекрасна, красивая очень. Потом два вот таких вот растения. Даже не знаю, что это сидеверия или эчеверия. Но на эчеверию, по-моему, слабо они походят. Причем, как мне кажется, это два разных растения. Видите, и листики, и форма листиков у них разный цвет. Ну, сидят одни в одном горшочке. Вот такое варегатное чудо. Вот. Потом Ива сказала, что у меня мало красного. И мне нужно красные. У нее, кстати, суккуленты стоят на улице, прямо на южной стороне. Представляете, у нее там такая терраса. И на террасе стоят эти суккуленты. Боже, это красота вообще. Я приехала, хоть отвела свою душу. Я так мечтаю о частном доме. Я так мечтаю. Я уже вижу. Как бы я расставила суккуленты там свои на террасе на южной. Вот это какая-то эчеверия. Мне почему-то кажется, что у меня что-то наподобие есть. Она что-то какая-то пятнышками. Может, это просто грязнинки. Не знаю. Посмотреть. Вот такая вот. И вот это, насколько я понимаю, это иониум. Почему-то мне кажется, что это иониум. Вы знаете, иониум у меня росли очень плохо. Был один. Вернее, он есть. Но рост он как-то очень. Два года он у меня уже в наличии. Вот сейчас только пошел в рост. Поэтому я как-то не сильно это. Но посмотрела видео разных, как это называется, суккулентоводов, фанатов иониумов. И они сказали, что иониумы не любят искусственный свет. То есть они не очень любят лампы. И их лучше размещать даже без ламп. Представляете? Поэтому я подумала, что может быть все-таки приобрести парочку еще иониумов. Потому что они мне очень нравятся. И поставить их, может быть, южного окна у меня нет. Но вот западное и восточное у меня есть. Выбрать им солнечное какое-нибудь окошечко. И пусть они там растут. Но вот это иониум, по-моему, какой-то. Может даже киви. И вот еще я иониум у нее взяла. У нее вот эта палочка стояла. Ну, череночек она срезала макушечку и стояла. И я у нее ее забрала. И тоже вот думаю пока или палочку посадить. Или срезать деточек, укоренить. В общем, не знаю. Пока думаю. Так, с суккулентами, друзья, мы закончили. Сейчас я вам покажу еще красоту. И вы очень удивитесь, что я ее приобрела. Потому что я прямо долго и громко говорила, что больше я эти растения заводить не буду. И более того, я избавилась от всех растений данного вида. Но, тем не менее, вот, посмотрите. Та-ра-ра-дам! Хоя кентетиана, по-моему, да? Так она называется, варегатная. Ну, вы знаете, я не удержалась. Эвочка мне показала ее и сказала, что вот такая у нее есть хоя. Дело в том, что я пару раз пыталась ее развести. Я покупала череночки вообще за тысячи километров. Приходили ко мне по бешеной цене буквально в три листика. И вы знаете, с последним черенком у меня прямо целый год была такая история. Я его все пыталась. Я ее пыталась. Она пыталась умереть. Я пыталась ее реанимировать. И, в общем, так наш год и прошел в борьбе между жизнью и смертью. В конце концов, она решила все-таки умереть. Ей у меня не понравилось. И вот, когда я увидела такое чудо у Эва, мне его предложила. Говорит, не хотите вот такую хою? Я сначала, конечно, сказала, что от хои я отказываюсь. Но, когда я увидела кентетиану, я сказала, нет, это я хочу. То есть, у меня сейчас осталось в данный момент сколько хои? У меня осталось четыре хои. Но одну я выставила на балкон. Это Red Booth. Все-таки она огроменная. Вы знаете, она тут у меня завила опять все. Опять под потолок ушла своими этими. И я ее выставила на балкон. Пусть там. То есть, на солнышке пусть она там цветет. Что хочет делает. А осенью я посмотрю, как она там выживет, не выживет. Вот. Осталась у меня Linearis хоя, которая вот с длинными такими листиками. И вот с такими же длинными аккуратными листиками я приобрела теперь кентетиану. Я думаю, что она будет, ну, достаточно компактно расти. Все-таки вот эти длинные узенькие листики, то есть, она не вширь будет, а как-нибудь я ее повешу, чтобы она вниз как-то. Знаете, не буду ее подвязывать. Пусть она у меня вниз падает. Красотка. Красивая. Так. Что еще? Они совершенно неожиданные для меня растения, которые я никогда не выращивала. Поэтому я очень переживаю за это дело. Смотрите, называется оно вот так вот. Вот это уже подписала мне Эвочка. Посмотрите, она уже деточку дала. Это клубневое растение. Она мне показала, как оно цветет. Я умилилась совершенно цветением этого растения. И сказала, ну, давай я попробую. Она говорит, у меня их несколько, я могу дать. Вы знаете, вот кто... Прочитал название? Хаемантус, альби, флас, что ли. Как-то так. Вот. Посмотрите. Я просто не найду сейчас фотографию. Наверное, а монтировать очень долго. А мне нужно уже собираться. И поэтому я бы вам показала, как оно будет цвести. Но надеюсь, что у меня оно дождется. Три недели, пока я путешествую. Не погибнет. И если оно зацветет, я, конечно, вам обязательно, обязательно покажу. Потом. Она мне дала свой вот этот вот, свой сингониум. Помните, я такой покупала в магазине. Она сказала, что у нее вроде бы есть как очень похожий. И я его просто подсажу к своему, чтобы он, ну, сразу был такой кустик у меня хороший. Вот. Она мне дала сингониум. Сингониум, я тоже сказала, что не буду приобретать. Но, тем не менее, не могла пройти мимо того красавца. Что еще? Фикусомания рулит. Поэтому я взяла у Эвочки еще два, три фикуса. Так что у меня еще коллекция увеличилась на три фикуса. Это фикус Кинки. Бенджамина Кинки. Вот такие вот листики. Буду формировать его. Я вот приеду, когда я посажу. Видите, они как далеко друг от друга сидят. Я потом их выкопаю. Посажу их очень близко, чтобы у меня был такой красивый, пушистый кустик. Может, кустик дерева. Как-нибудь так люблю. Пушистые. Ну, такие, знаете, чтобы он был не одинок, а стоял по одному. А вот чтобы их много было. Это фикус Бенджамина Сафари. Посмотрите, какая прелесть. Какая у него расцветка листьев. Каждый лист уникален, индивидуален. Не повторим. Вот это вот необычная такая хаотичная агрегатность у него. Видите, как будто бы мазинки, как будто бы крапинки какие-то. Это очень интересный фикус. Я уже Наташа Успенская сказала, что спасибо, Наташа, тебе большое за видео, которое я у тебя посмотрела. Это заразило меня фикусами. И приобрела еще у нее, взяла фикус Барок. Как только мы с ней договорились, как только мой Эрен и Керли немножко разрастутся, я, конечно, укореню для нее еще Эрен и Керли. Чтобы у нее тоже были эти фикусы. Так что вот таких вот три фикуса я еще получила от Элочки. И она меня уговорила буквально, потому что я не хотела, честно говоря, брать сначала. Но она мне сказала, они вообще беспроблемные. Они так красиво цветут. Боже мой. И вот посмотрите, какое чудо. И, конечно, когда я ее увидела воочию, я поняла, что да, да, я хочу это растение. Посмотрите, это... Сейчас бы мне выговорить. Макселлярия. Это макселлярия кокосовая. Она так называется, макселлярия кокосовая. Но, знаете, она мне поразила своей грациозностью и элегантностью. Посмотрите, какие у нее тонкие листочки, какие у нее бульбочки потрясающие. Она сказала, что она очень неприхотлива, очень хорошо разрастается. И поэтому надеюсь, что она выживет, пока меня не будет. Вот такой вот у нас не обмен перед самым моим отъездом. Завтра мне уезжайте сегодня, а вчера я привезла растения. И вот еще одна вот такая вот орхидея. Это называется Дендробиум фаленопсис. Вот такой интересный. Не знаю, какие расцветки, но мне уже нравится даже форма. Я привыкла к фаленопсисам, но вот это какая-то необычная. Поэтому цветущие растения у меня тоже появились. Ну и как бы я не знаю, вишенка это на торте или нет. Это вот такой хрустальный антуриум. Вы знаете, я, честно говоря, то есть мы про него не говорили вообще. Это получилось случайно, когда я его показывала мне свои растения, все остальные. То она мне показала вот этого антуриума, про который она, кстати, снимала видео. Не обращайте внимания на клизму. Она здесь стоит не по назначению. Я поливаю вот эти маленькие горшочки. Видите, маленькие горшочки. Чтобы не перелить растения, чтобы их не залить, то я мелкие растения поливаю вот такой клизмой. Не думайте, что тут. А то кто-нибудь сейчас напишет, что пол-видео смотрела на клизму. И всякие мысли, может быть, появлялись. Но вернемся к антуриуму. Антуриум хрустальный. Вы знаете, мы не думали. Она про него снимала видео, рассказывала эту всю историю. Потому что на самом деле это прямо дедушка какой-то. Ему уже больше 15 лет. Можете оценить стволик, который. То есть он уже у нее, по-моему, лет 10. А до этого он еще там у кого-то жил. Поэтому вот такой вот мне достался экземпляр. Я прямо даже, знаете, прониклась тем, что вот Эва мне отдает такую редкость. Потому что не в смысле даже растения редкость, а в смысле того, что это вот такая история у него. Длительная. Я говорю, Эва, ну как тебе, не жалко? Там у Гены спросила у ее мужа. Говорю, Гена, если я заберу. Она говорит, не хотите вот такой? Я говорю, да у меня есть что-то наподобие. Она говорит, нету. Но у вас клариневру, да, по-моему, называется. Вот тот. Видите, вон тот. Вот этот вот. И я сначала подумала, что это у нее тоже клариневру. Но потом посмотрела, совсем другие у него прожилочки. Ну и, конечно, я не могла отказаться. И, кстати, посмотрите, валяется моя бегония. Беда, беда с ней. Не знала, как ее подготовить к отъезду. Огромная ЭТДС веселая метелица. Она, конечно, шикарная, красивая листья. Но она бесконечно переворачивает горшок. Короче, сейчас буду ей искать какой-нибудь керамический тяжелый горшок. Чтобы она мне его не перевернула. Вот постоянно она у меня падает. Потому что, ну, потому что листья, под тяжестью листьев, она переворачивается постоянно. Что я уже только не делала ее. И камешками прикладывала. Вот ждет своего она, своей очереди. Так что, в последний буквально момент я сказала, конечно, я хочу. Если дадите, я прямо обняла, сказала, дорогой дедушка, теперь ты будешь жить у меня. Вот такой вот антуриум. Вот такой. Конечно, он не похож на тот, который. Издалека мне казалось, что это такой же. Оказывается, нет. Так что у меня вот теперь еще антуриум. Ну, мы подождем. Эти старые листики у нас уйдут. Пойдут новые листики. И опять же, смотрите, он дает детку тут. От основания детки. В общем, я посмотрю, может, я деток отсажу отдельно. А может быть, для красоты пусть они будут. В общем, я пока не решила. Мне пока мысли заняты предстоящей поездкой, а не цветами. Поэтому вот так вот. В общем, наверное, я вам все показала. Так, все. Хикусы я вам показала, орхидеи показала, луковичные. Ну, все, я вам показала. Вот такой вот у нас арминдаевочка мне еще придарила вот такое панно. Смотрите, красивое. И теперь у нас с ней будут два одинаковых панно. В общем, мы, как это называется, помните, как в мультике, мы одной крови. Да? Мы теперь одной крови. Такое же панно висит у нее на стенке около цветов. И теперь такое же панно будет висеть у меня здесь. То есть мы вот такие вот подружайки, цветоводы. И теперь вот такое вот замечательное панно будет висеть у меня. Спасибо огромное, Орлечка. Так что вот такой у нас замечательный обмен. И вот такие редкие растения я привезла от Эвы. Поэтому, если хотите, посмотрите, зайдите на ее канал. Там у нее, конечно, растения очень интересные, потрясающие. Их очень много. Мы пока обошли весь дом, просмотрели все подоконники. Это было, конечно, и приятно. Я единственное, знаете, очень пожалела. Что-то я растерялась так. Видно на меня вот этот вот воздух высокогорья подействовал как-то странно. Но мы почему-то не сфотографировались, и я ничего не сняла. Надо было, конечно, снять, показать ее замечательное растение. Но я чего-то как-то облажалась, короче. Так что, друзья, все. Я с вами прощаюсь. Буду свои растения хоть как-то устанавливать, чтобы им было хорошо и мужу удобно их поливать. И буду вечером проводить мастер-класс по поливу цветов. Моему мужу рассказывает. Но я понимаю, что это практически невыполнимая задача научить человека за один вечер правильно поливать растения. Но что делать? Такая судьба. Значит, единственное, что я хочу сказать. Я вычитала, что перед тем... Ну, если растениям предстоит период какой-то засухи, то их нужно пролить цирконом. Вроде бы как циркон, знаете, помогает растению пережить вот этот стресс, когда их... Но, опять же, я же не знаю, может быть, он их будет заливать или он их будет пересушивать. Ну, цирконом на всякий случай я их сегодня все пролью, конечно, обязательно. Таким образом подготовлю. Все, друзья мои, я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравились растения, которые я получила по обмену с Эвой. Заходите на наши каналы, смотрите наши с ней видео. Вот такую подружку. Вы знаете, потрясающего друга, человека я нашла. Мы с ней общаемся постоянно, причем совершенно на разные темы. И не только на цветочные, а очень теплый, доброжелательный, коммуникабельный человек, обаятельный. Поэтому я говорю, что у нас с ней прямо тандем такой очень хороший выработался. Мы все время говорим, мы команда. Вот так, друзья мои. Все, до новых встреч, пока-пока. Следующее видео будет уже после моего отпуска. И я вам покажу, как мои растения пережили мое отсутствие.